Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. В нашей передаче выступали много разных людей. Выступали ученые, литературоведы, выступали руководители многокнижных магазинов. Со своим видением современного книжного рынка и тех литературных процессов, которые определяют современную жизнь нашего общества. В нашей передаче всегда принимает участие какой-нибудь гость. Но сегодня я решил немножко поломать традиции. Я сам буду во всех лицах и как ведущий программы, и как гость. И хочу поставить очень серьезную проблему. Так все-таки, как влияет литературная мысль, литературное слово на наше общество? Влияние литературы велико. Причем этот процесс влияния, вот огромного влияния литературы на нашу общественную жизнь мы можем проследить на протяжении более 200 лет. Влияние литературы даже более сильно на общество, чем влияние научной мысли. Почему? Потому что в литературе мы не просто говорим об идеях каких-нибудь, но мы говорим еще о так называемом мыслеобразе. То есть мы видим героя, видим героиню, видим обстоятельства, которые предлагаются. И здесь автор влияет не только на разум человека, но и влияет на сердце, а через сердце опять же влияет на его разум. Начало девятнадцатого века. Александр Сергеевич Пушкин. Величайший поэт, величайший литератор в истории земли русской. Как он влияет на общественную мысль России? Он влияет прежде всего через образы, которые он пропагандирует. А что это за образы? Это образы русской героики. Возьмем такой момент, как сказки Пушкина. Ведь все сказочные герои Пушкина, вроде бы они, ну это сказка, да? Но сказка лужда в ней намек. Добрый молодцам урок. Все сказки Пушкина, они посвящены развитию героики. Развитию общественной мысли. Направленной именно на героическое восприятие прошлого. А раз человек понимает, какое у него было героическое прошлое, значит он по-другому осмысливает и настоящее. Пушкин отчаянно спорит с Чаадаевым, который говорил, что у России не было ни прошлого, нет настоящего, нет будущего. Нет, показывает он, оно есть. Но одно дело просто письма Пушкина, другое дело произведения, которые мы встречаем, образы, которые мы встречаем, мысли, которые мы читаем. Капитанская дочка. Мы видим иной образ даже Пугачева, сильного, смелого человека. И тут же образ Гринева. Человек из противоположного лагеря, но тоже сильного, достойного человека. Продолжается пушкинская традиция в середине XIX века. Мы встречаем его продолжателя, Михаила Юрьевича Лермонтова. Говоря о Лермонтове, иногда его называют чуть ли не революционером, не ненавистником существующей системы. Но это же далеко не так. Ну, были, конечно, революционные интересы у Пушкина по молодости. Но в дальнейшем мы видим, что он становится активным анархистом, сторонником империи, сторонником сильной Руси, сильной России. То же самое мы встречаем и Михаила Юрьевича Лермонтова. Его знаменитая вещь, герой нашего времени. Кто такой Печорин? Печорин – это сильный человек, который, однако, не может найти свое место в жизни. Его ничего не интересует. Он всего отречен, сам отрекает себя. Какой напрашивается вывод? Вывод напрашивается один. Господа, служите царю и отечеству. Вот эта общественная, патриотическая мысль, которая активно распространялась, пропагандировалась во времена Пушкина. Параллельно ей возникает и так называемая либеральная тенденция. Возникает либерализм во всех его видах. И вот одного из таких крайних либералов мы встречаем в произведении Тургенева «Отцы и дети». Базаров, нигилист, человек, который ставит основной своей задачей разрушение всего и вся, разрушение устоев общества. Тургенев не случайно обращает внимание на эту фигуру. Дело все в том, что в этот период как раз нигилистические тенденции все более и более начинают проникать в русское общество. Ну, прежде всего, мы говорим о дворянском обществе. Ну, в этот период у нас начинает развиваться и общество, и сословие разночинцев. То есть во все слои начинает проникать этот нигилизм. И вот в образе Базарова мы видим вот этого отчаянного нигилиста. Но что самое страшное, показывает Тургенев, это не просто человек бездействующий, не просто, как Кирсанов, сидящий, ничего не делающий, говорящий какие-то красивые слова. Нет, это человек, который работает с утра до ночи. Что значит работает с утра до ночи? То есть он полон сил, энергии, желания что-то делать, но желание его направлено на разрушение. Тургенев как бы здесь предупреждает об опасности вот этого нигилизма. Но он показывает и другой момент. Он показывает, что Базаров человек-то довольно обаятельный. И в этом еще одна проблема, еще одна хитрость. То, что порог иногда надевает на себя красивые маски, разрушители. Они выступают под такими красивыми речами, такими красивыми лозунгами, что невольно начинаешь им верить. Невольно идешь за ними. Вот проблема, которую мы встречаем. Были ли в 19 веке, в середине 19 века попытки противостоять вот этой негативной либеральной тенденции? Ну, конечно. Прежде всего, здесь надо назвать Алексея Константиновича Толстого. Замечательного русского писателя и замечательного русского патриота. Который, опять же, все возрождал. Причем, особенно у него это наглядно в героических формах. Его былины, его замечательный князь Серебряный, его замечательные пьесы, посвященные истории государства российского. Где он показывает великую мощь и царей, и окружающих их слуг, бояр, в то время дворян. Мы видим вот эту мощь. Мощь, с одной стороны, Руси, уходящей под топотом копыт опричников Иоанна Грозного, а с другой стороны, славу самих опричников. Да, они между собой воюют. Воюют порой насмерть. Но все они заинтересованы только в одном – процветании земли русской. К сожалению, вот эта национальная русская идея в ее такой красивой, патриотической форме, она стала отходить на второй план в конце 19-го, в начале 20-го века. Можно назвать много выдающихся наших литераторов Серебряного века, века рассвета, действительно, литературы, ну не только литературы, и живописи, и музыки, то есть расцвета всего вроде бы в России, да, все прекрасно. Но, к сожалению, в этот период мы смотрим, как в литературе начинает преобладать и тенденция, как бы это лучше сказать, любви к маленькому человеку. В принципе, в этом ничего плохого нет. Мы должны думать о маленьком человеке, должны думать о тех, кого власти, кого сама жизнь обделила. Все это верно, и об этом нужно говорить. Но вопрос – как поставить проблему? Так вот, проблема в этот период часто ставилась так, что у человека возникал негатив ко всему окружающему, ко всему существующему строю, ко всем существующим порядкам. Вот что было плохо. Порой талантливейший человек, талантливейший писатель. Ну, возьмем, к примеру, Антона Павловича Чехова, которого, я считаю, одним из наиболее выдающихся литераторов в истории России, в истории, мировой истории. Но многие образы, многие проблемы, которые он ставил в своих произведениях, к сожалению, в дальнейшем были интерпретированы людьми, может быть, даже не совсем честными и порядочными, но были интерпретированы так, что он стал, как бы, символом ненависти к существующему строю. И вот мы видим, как постепенное, постепенное накапливание негатива, прежде всего, в общественном сознании общества, оно приводит к колоссальнейшей катастрофе, которая случилась в 1917 году. В виде вот этой, так называемой, перманентной революции. Сначала в феврале, потом в октябре. Но прежде чем осуществиться в реальности, революция произошла в наших головах. Ну, не в наших, конечно, в головах наших предков. Людям страшно захотелось перемен. Каких перемен? Они не задумывались. Да, были те, кто призывал. Но были и литераторы, которые показывали вот этот ужас современной жизни. Вот как мы живем. Ребята, так же жить-то дальше нельзя. Но раз жить нельзя, значит, надо жизнь нашу поменять. И ее поменяли. И мы видим первую катастрофу. Это революция, это гражданская война, это голод и 20-х, и 21-х годов. И, наконец, так называемая новая жизнь. Ну, а новая жизнь, она, естественно, ставит новые задачи перед искусством и перед литературой. Теперь уже власти не нужны ни Достоевский, ни Куприн, ни другие гении. Нужны люди, которые пропагандируют идею революции, идею новой жизни, как отрицающей все старое. И вот здесь мы приходим к очень любопытному моменту. Безусловно, какие-то моменты, какие-то процессы в обществе, они должны меняться. Должны идти эволюционные процессы. Но нельзя разом уничтожать все. Нельзя разом разрушать все. Потому что вот в этом проклятом прошлом есть и многое хорошее. Но было много хорошего. Если мы вспомним ту же самую предреволюционную Россию, ведь только прирост национального дохода у нас составлял 17% в год. С 1890 по 1910 год русская промышленность учетверила свою производительность. Известный английский экономист Эдмонд Зей писал, что если бы события с 12-го, 50-й год развивались так же, как с 10-го по 12-й, то в 50-м году Российская империя занимала бы первое место в экономическом, политическом, социальном и других всех отношениях. То есть мы уже в середине 20-го века заняли бы место Америки. Я уже не говорю о том, что по прогнозам нашего великого русского экономиста Дмитрия Ивановича Менделеева, кстати, того самого Дмитрия Ивановича Менделеева, создателя периодической системы. Так вот, по прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева, к 2000 году на территории Российской империи, я напомню, что это Советский Союз, Финляндия и Польша, должно было проживать 600 миллионов человек. А вы представляете, если мы говорим о нашей культуре, о нашей литературе, какой был бы рассвет? И вот этого всего нас лишили. Вместо этого нам дали других авторов, других писателей, которые без конца твердили о неизбежности краха старого, о постоянной ломке всего старого. То есть торжество Пазаровщины. Вот оно. Мы его получили в том виде, в каком мы его получили. Но дальше ситуация начала вроде бы меняться. В 30-е годы власть полностью сосредоточил в своих руках Иосиф Иссарионович Сталин. Ну, фактически он уже с конца 20-х сосредоточил власть. Но, конечно, основное его правление приходится на 30-е годы. Вот здесь, в этом моменте, литература и общество, очень хорошо посмотреть, как развивалась наша литература в период правления Иосифа Иссарионовича. Я всегда придерживался такой позиции, что Иосиф Иссарионович никогда не был большевиком в классическом смысле этого слова. Ну, может быть, в юности, когда увлекся вот этими революционными идеями. Но, знаете, кто у нас в юности, все мы чем-то увлекаемся. Ну, вот наступает период отрезвления. Что делает Иосиф Иссарионович? С одной стороны, вроде бы, сохранены все старые формы. Ленин поставлен на пьедестал, как икона. Постоянно говорится об интернационализме, о социалистической собственности и прочее. Но фактически в этот период мы уже видим, как вновь для литературы, для кинематографии. А вот именно с 30-х годов мы можем говорить, если мы говорим о процессе литературы и общества, постоянно будем останавливаться на вопросах кинематографии. Потому что это очень тоже огромный пласт, огромный пласт людей сюда здесь задействован. Как в дальнейшем, вот в современный период это телевидение уже. Так вот, в 30-е годы мы видим, с одной стороны, как поднимаются имена забытых царей. Иоанна Грозного, Петра Первого или Александра Невского, нашего святого. Очевидно, Иосиф Иссарионович где-то сам отождествлял себя с этими героями прошлого. Сам чувствовал необходимость поднять эти фигуры. Почему? Да очень просто, потому что все они создавали империю. Все они возрождали наше государство. Иосиф Иссарионович, при всей его жестокости, при всем его, может быть, по многим вопросам можно с ним не согласиться, но это был тот же строитель нового общества, нового мощного государства, новой мощной империи. Пусть красной, но империи. Второй момент. Без чего не может развиваться общество? Без чего не может идти строительство новой жизни? Оно не может идти без тех, кто его создает. Без конкретных строителей. В литературе, в кинематографии, в драматургии героями становятся простые люди. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, актеры, ученые, композиторы. Каждая сфера. И везде мы видим людей, которые работают над конкретным делом, а в итоге создают славу Отечества своего, славу страны своей. Видите, как получается? Общество дает определенный заказ. Литература и другие виды искусства начинают работать, проникают в сознание людей. И сознание человеческое воспринимает. Начинается увлечение именно вот этим моментом, вот этим направлением. То есть создавай, делай, твори, строй, работай во благо. Создавай во благо. Но здесь мы встречаемся и с тем моментом, и с той тенденцией, о которой я уже говорил. Конечно, общество, оно не есть застывший организм. И необходимо воспринимать те изменения, которые так или иначе происходят в мире или в самом этом обществе. Наступают 50-е, 60-е, 70-е годы. Возникает необходимость в новых формах, а новых форм нет. Они застыли. В это время, например, на Западе возникают новые формы, совершенно другие, которые завлекательны, которые интересны. Как быть в этих условиях? Общество советское начинает период так называемой самоизоляции. Но самоизоляция не может быть. Потому что если наступает самоизоляция, то так или иначе процессы, они проникают в это общество, которое является, вроде бы, на первый взгляд, оно абстрагируется от тех процессов, которые вне его. все равно, но идеи эти проникнут сюда. Далее, если общество самоизолируется, если общество начинает пропагандировать то, что было, ну, там, 10, 15, 20 лет безо всяких изменений, то идеи самые, они, как бы, начинают мельчать, мельчать, вольно или невольно. Нужна новая струя, новая жизнь должна сюда быть вдохнута. Нет, их нет. Вот то, что было в 30-е годы, мы должны автоматически использовать в 70-е годы. Но этого-то делать нельзя. В 70-е годы, когда уже люди стали немножко другими, когда уже они начинают задумываться о том, что, да нет, ну, существует же не только ведь любовь к станку, а человек любит, там, и женщину, и ребенка, и все что угодно. А ну, нет, давайте, ребята, живите по старым правилам. Вот, и тогда многие старые моменты, старые правила, они, как бы, принимают у нас с вами, где-то образ даже пародийный. А пародия, она долго не живет. И, к сожалению, пародию можно сделать из всего. Ну, еще Бисмарк говорил в свое время, хотите развенчать кумира, побольше говорите о нем. Хотите кому-то создать культ? Ну, вот, и говорите, и будет вам из культа, вроде бы, вы хотите человеку создать культ, а он превращается в шута. Я помню, как в детстве мы все, ну, смеялись, ну, правда, по-доброму смеялись, но все равно смеялись над постоянными наградами тогдашнего генсека Брежнева. Ну, видно, он хотел тоже, где-то слава Сталина не давала ему покоя, но этого уже достичь было нельзя. И когда человек вешал очередную медаль, это вызывало только, ну, улыбку. И говорили, он опять повесил себе новую медаль. Когда мы встречали очередной фильм о производственных достижениях, успехах, мы говорили, ну, ребят, ну, может уж хватит, надоело. И отсюда новая тенденция стремления к тому, что под запретом. То есть не борьба идей открытая, а вот это нельзя, но зато мы будем пропагандировать вот эти идеи, которые требовались, безусловно, в новой обработке, в новом, так сказать, в новом своем качестве. Наступает перестройка. Вот это новый век трагедии нашего общества. Новая революция, которая приводит к концу 91-го года к развалу нашего государства. Разваливается государство, и Россия по своим границам откатывается к допетровским временам. Но как опять происходил вот этот развал? Прежде всего, развал произошел в наших умах. Хаос произошел в наших умах. И вспоминая этот момент, я не могу не вспомнить первые фильмы, первые книги, так называемые, перестроечные, которые тут же люди, умные, хитрые, сделали культовыми. Например, был такой фильм «Зеркало для героя». Очень любопытный фильм. Сюжет у него довольно простенький. Герой конца 80-х годов, как бы на 40 лет раньше, оказывается, ну, там какой-то временной провал проходит во времени, и все время проживают один день. Но фантастический сюжет – это форма для того, чтобы мы увидели действительно содержание процесса, то есть во имя чего, во имя чего все это крутится. Мы видим мир конца 40-х годов. Мы видим людей конца 40-х годов. Кто такие люди конца 40-х годов? Это то поколение, ну, в данном случае, вот мои там дедушки, бабушки, которые восстанавливали наше хозяйство. А перед этим они выиграли войну. То есть это то великое поколение, которому мы обязаны жизнью, и мы должны поклониться в пояс. Какими мы видим то поколение? Какими рисует их автор? Он рисует их уродами, дегенератами и дураками, где единственный человек положительный – это пленный немец. Вы подумайте, это ж надо так ненавидеть собственный народ, автор этого фильма. Можно привести другие фильмы, например, «Мой друг Иван Лапшин», где тоже действие, там уже действие перед войной. И тоже все люди, все русские люди показаны дураками, дегенератами, негодяями. Ну, какой фильм напрашивается, какой вывод напрашивается из такого фильма? Ну, наверное, только один. Что, наверное, Гитлер-то прав был, раз он так ко мне, раз он там к нам, к славянам, к русским нам так относился. Он вот так. Я другого, например, вывода из этого фильма не увидел. Если тут другой, другая мысль. Ну, поправьте меня. Еще один фильм, «Маленькая вера». Культовый фильм конца 80-х годов. То же самое, «Семья». Все негодяи, все подонки, все, ну, самое-самое, что ни на есть, плохие люди. Ну, и еще, как будто мы не люди, а какие-то свиньи нам показали половой акт прямо к широким экранам. Ну, вот смотрите, любуйтесь. Понимаете? И вот таким образом, таким образом в общество начинает потихонечку внедряться мысль о том, что мы плохие, что мы ужасные. Что, да, надо менять систему. Ну, хорошо, менять систему. Кто-то, значит, пытается вроде вот в этих фильмах показать, что виновата система. Но наиболее умные, хитрые люди показывают совершенно другое, что вот, смотрите, изначально они такие. Наступают 90-е годы, и мы видим, как вот этот общественный заказ на все плохое, он усиливается. С экранов телевизоров мы видим постоянно одно и то же. Ну, в принципе, еще 90-е годы. Сейчас происходит то же самое. Мы видим одно и то же. Первое. Кто становится нашими героями? Это киллеры, убийцы, там, проститутки, не знаю, наркоманы. То есть сплошная грязь. Значит, мы все получаемся грязными. Меняются отношения между людьми. Вот как, например, можно отличить современный российский фильм? Ну, в основном, в основной своей массе я, опять же, не хочу обобщать, потому что есть, действительно, наверное, и хорошие фильмы, и хорошие отношения. Но, скажем так, очень часто как можно сразу понять, что это фильм российский, причем современный фильм по системе определенных отношений, отношений между людьми. Отношения хамские. Они хамят друг другу. Говорят, какие они гадости, такие все злые какие-то. Но давайте зададим сами себе вопрос. Мы что, хамим друг другу? Мы что, злые? Мы что, только делаем, что друг другу морды бьем, что ли? Наверное, ведь нет. Наверное, в нас сохранилось что-то и хорошее. Но нам постоянно и постоянно внушают, что вот вы такие. А попробуй скажи, тебе сразу начнут упрекать, что, мол, правда жизни, а ты не даешь нам сказать эту правду жизни. Правда-то жизни в другом, что как раз они искажают и они искажают эту правду. И вообще литература, театр, кинематография, это не есть, ну что ли, жизнь в таком классическом понимании этого слова. настоящий художник, настоящий литератор в своем произведении, он как бы рисует так, как должно быть. Он нас призывает к чему-то светлому и хорошему. Если нет этого призыва, то нет и произведения глубокого. Бывает ситуация, когда действительно художник, писатель показывает тяжелую жизнь, страдания человеческие. Это великое мастерство. Но великое мастерство человека показать, что вот в тяжелейших условиях которые окружают человека, человек все-таки остается человеком, личностью. Тогда и мы по-другому начнем относиться к человеку. Помните, как у Горького? Не унижать человека жалостью, а уважать надо. Тогда и мы начнем уважать и самого человека, и уважать свой собственный русский народ. А мы, к сожалению, встречаем совершенно другое. Еще один момент, очень важный, но опять немножко к истории. Чем славен Пушкин? Мы начали с Пушкина. То, что Пушкин, как мы любим часто говорить, создал современный литературный язык. Да, действительно, Пушкин сделал колоссальнейшую революцию, в том числе и в системе нашего языка. Пушкин упростил многие моменты, значит, сделал язык доступным для всех. Ну, я просто напомню нашим телезрителям, кто, может быть, не слушал наши старые передачи, кто не слушал мой курс технологии творческого процесса. Ну, я просто немножко напомню, что раньше до Пушкина был очень сложный язык, язык в основном такой пафосный, очень такой доступный лишь для небольшого круга людей, потому что считалось, что сама литература, она является уделом небольшого круга дворян. Значит, Пушкин сделал литературу доступной для всех. Но он не просто упростил язык, он с одной стороны упростил язык, а с другой стороны, он его усложнил и поднял. Он как бы дал момент, как нашему русскому писателю следует писать. Вот пример. Берите, учитесь у Пушкина, у Гоголя, у Лермонтова, у Достоевского. Но когда я встречаюсь, или с вами, уважаемые телезрители, или приходя к студентам, или встречаясь читательской аудиторией, начинаю говорить, Пушкин создатель современного литературного языка, то многие начинают даже как-то улыбаться. Они говорят, вот этого языка? Я говорю, нет, не этого языка, а нормального русского языка. Если мы возьмем сейчас по нашему языку, то мы увидим, какое идет упрощение форм. Упрощение форм. А упрощение форм – это есть упрощение нашего сознания. То есть, как бы, человек, читатель, начинает воспринимать все вещи впрямую. Ну, я вам могу сказать, что еще недавно, когда я общался с редакторами, то часто сталкивался с таким моментом. Они говорят, вот это предложение, пожалуйста, вот сократи, вот это предложение надо убрать. Ну, понимаешь, вот это надо тоже вот сократить, потому что читатель этого не воспринимает. Но сейчас, когда вроде бы вошел в ранг, так называемых, маститых, уже они не смеют так говорить со мной, редактора, и я все равно придерживаюсь позиции хорошего, нормального языка. Нормального языка. Ну, хорошо, кто-то придерживается этой позиции, но в подавляющем большинстве своем произведений мы видим совершенно другой язык. Посмотрите, как разговаривают, каким языком герои сериалов. Просто проанализируйте этот язык. И проанализировав этот язык, вы просто, ну, немножко даже ужаснетесь. Вроде такого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но это есть. Возьмите еще один жанр, очень популярный, вот этой эстрадной песни. Проанализируйте тексты старые и новые. Вот я как-то просто для интереса проанализировал старые песни, песни моего детства, проанализировал их тексты. Например, по проселочной дороге шел я ночью, и была она узкая длина, только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. Ну, писали эти тексты не Пушкины, не Шекспиры, не Байроны, не Геота. Писали обычные люди, обычные профессионалы. Но, тем не менее, действительно, это профессионально. Хотим мы или нет, но мы видим создание каких-то образов, которые влияют на нашу мысль, на то, что мы начинаем действительность как-то немножко по-другому воспринимать. Вот она там свадьба, пела и плясала, да. И возьмите любой примитивный сегодняшний текст, там, или негра убили, или там, дура-дура малолетка, или еще что-то в этом духе. И мы увидим, что сегодняшний наш язык доходит до какой-то вообще уже грани примитива. То есть нет ни мысли особой, нет ни языка. Ну, и, как говорят специалисты, я не специалист в области музыки, но люди, которые разбираются в музыке, говорят, что, в общем, примитивная совершенно музыка в этих наших эстрадных песнях. И так везде. И так везде. Появление в литературе так называемых одноразовых бестселлеров, когда человек берет книгу не для того, чтобы читать ее, наслаждаться, а в метро или там в поезде. Он почитает ее, потом выбрасывает в корзину. Ну, извините, это все принижает нас. Определенное название, которое пропагандируется у нас сейчас, там, скажем, продажные твари, нимфоманка, ну, вот, несколько просто таких названий, просто, ну, не знаю, какие существуют названия еще, вот, наверное, какие-то еще подобные существуют. Но сам факт говорит о том, что современное общество, оно как бы опускает нашу мысль. Многие говорят, это заказ от общества на эту литературу. Да нет такого заказа от общества. Есть заказ от определенных структур, которые хотят, чтобы наше общество было таким. Но наше общество не такое. Наше общество другое. А если на каком-то этапе оно забывается, если на каком-то этапе русские люди забывают о своем великом предназначении, о своей великой истории, наша история великая, древняя. Нашему государству много тысяч лет, оно существовало еще задолго до новой эры, в лице Гордорики, потом, значит, Киевская Русь. Так вот, если мы, русские, забываем обо всем этом, то груш нам цена. А задача литературы, задача современных русских писателей в том, чтобы напомнить обществу, кто мы есть, куда нам стоит идти. А идти нам стоит только к одному, к возрождению. Говорят, нет национальной идеи. Национальная идея это наша геройка. Это вспоминание лучших традиций прошлого, культивирование лучших традиций современности, появление настоящих героев, которые были бы интересны, но опять же, героев интересных для молодежи, не просто таких картинок, таких эдаких героев без недостатков, которых мы часто встречали в период социализма. Он настолько положительный, что просто становилось противно. Нет, конечно, это должны быть реальные люди, но это должны быть русские, русская геройка, геройка, зовущая нас на подвиги, геройка, зовущая нас к великой действительно цели, возрождения нашего Отечества. Пока же этого у нас нет, мы будем находиться вот в такой глубокой яме. Но, тем не менее, все-таки хочется верить, что Русь переживала и не такие тяжелые времена, переживем и это, а наша литература наконец-то вспомнит о своих славных традициях. Ну, а на этом я с вами хочу попрощаться. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова